Как формировался человек? Свой собственный человеческий мир, и вот это умение входило в человека и становилось тем знанием, которое его преображало. По сути дела, мы с вами, когда рождаемся, в общем-то, похожи на маленьких животных. Ну, без хвостиков, слава богу. Ну, постепенно, значит, мы с вами социализируемся, мы научаемся что-то делать. И, по сути дела, вы в своем детстве проходите те этапы, которые проходило наше человечество. В общем, наши далекие-далекие предки. Вот, этот процесс был очень сложный и долгий. Каменный век – это самый продолжительный период нашей истории. Он начался два с половиной миллиона лет назад. С чего он начался? Студенты это знают, а вот школьники не догадываются. Он начался с того, что люди стали делать каменные орудия. Почему мы начинаем отчет человеческой истории с этого момента? Потому что человек не может зубами обработать камень. Как это делает обезьяна, заостряя палку. Или, допустим, какие-нибудь птицы могут использовать какие-нибудь ветки или еще какие-нибудь камни для добывания себе пищи. Когда человек взял в руки один камень и этим камнем ударил, а другой, началась человеческая история. Потому что он взял в руки посредник. И постепенно вот эта цепочка, поиск камня нужного размера, нужного веса, потом поиск другого камня с необходимыми свойствами, потому что не каждый камень можно приспособить в орудие. Его тоже надо отбирать и нужной формы. И потом надо научиться с нужной силой ударять в нужное место. Как видите, целая цепочка, система уже. То, что мы называем знанием. Это уже нечто оторванное от непосредственного такого желания. Знаете, как животные. Голодные, они захотели есть и пошли искать пищу. Поймали, как говорится, зубами там, разорвали, так сказать, вот какое-нибудь животное. Вот, все, поели. Человеку же надо думать о том, где он должен найти орудие, то есть сырье для орудий. Найти, так сказать, орудие для обработки орудий и прочее. И потом только он уже, так сказать, идет на охоту, изготовив себе инструменты. И вот все, что вот нас окружает, вот это вот все, это и есть то, что мы называем культурой и цивилизацией. Это все более сложное опосредование. Вот это бревно, видите, вот, прежде чем его сделать, надо его срубить, надо обработать. Надо изготовить станки для обработки и прочее, прочее. По сути дела, это огромная цепочка, которая, так сказать, вот уходит куда-то там, может быть, за сотни, тысячи километров. И, естественно, корнями своими уходит в тысячелетия. Потому что все это постепенный процесс накопления знаний и изготовления все более сложных инструментов. И вот, и мы с вами сейчас обратимся к этим истокам и попробуем увидеть, как человек становился человеком. Как он научался думать, как он формировал себя именно как существо социальное, разумное. Для начала мы с вами представим, собственно, нашу науку. Наука, которая изучает человека, она тоже прошла определенный путь. И причем достаточно недавно еще эволюцию человека представляли вот таким вот прямолинейным процессом. Значит, самый древний человек, Homo habilis, то есть человек умелый, потом человек прямоходящий, Homo erectus, потом человек гейдельбергский и вот уже Homo sapiens. Я еще учился по учебникам, в которых вот эта вот схема присутствовала. Уже, так сказать, когда я заканчивал школу, уже сформировалась, так сказать, уже другая такая древовидная форма, собственно, нашей истории, когда вот от, значит, нашего примитивного предка Homo habilis уже отходят в разных направлениях тупиковые ветви. Вот, и вот, значит, Homo erectus дал начало, так сказать, Homo ergaster, вот, значит, Homo гейдербергский и Homo sapiens, вот, а Homo неандертальский, неандертальский человек, как видите, вот тупиковая ветвь. Здесь вот то же самое, так сказать, уже добавлены новые ветви тупиковые, которые исчезли. Вот, по сути дела, вот эта вот схема, она показывает, что эволюция шла различными путями, и мы, возможно, могли быть тупиковой ветвью, и в основе современного человечества могли быть другие люди. Вот, и об этом свидетельствуют находки, данные палеогенетики, которые говорят, что наряду с человеком современного вида были и другие виды, которые еще пока не найдены чисто в виде костных останков, но мы, надеюсь, найдем еще. Значит, современное представление показывает, что, значит, вот эти вот тупиковые ветви, они, оказывается, не просто жили как-то рядом с современным человеком, но смешивались с современным человеком и фактически влияли на эволюцию, значит, современного человека. Это так называемая уже органическая модель, когда, значит, наших предков воспринимают, в общем-то, как существ, в общем-то, одного вида, которые могли между собой смешиваться, скрещиваться, давать потомство. И вот, и выясняется, что, оказывается, у нас есть гены неандертальцев, у нас есть гены, значит, людей, так называемые, хомоалтаенсис или денисовский, вот, и, значит, эти гены дают нам возможность, в общем-то, жить в современном виде, потому что от каждого предка мы получаем какие-то, значит, необходимые нам, к примеру, иммунитеты перед какими-то болезнями, там, какие-то способности или возможности. Например, считать, что светлые волосы нам достались от неандертальцев, вот, а темные волосы – это хомо сапиес, вышедшие из Африки. Вот такой пример есть. Здесь вот на этой схеме вы видите, откуда, в общем-то, вышел наш самый древний предок. Он вышел из Африки. Именно здесь обитают наиболее близкие формы человекообразных обезьян. И вот, и, в общем-то, еще Чарльз Дарвин предполагал, что мы потомки, в общем-то, каких-то обезьянных предков, которые обитали в Африке. И данные генетики, и данные палеоантропологии показывают, что примерно 2 миллиона лет назад из Африки через узкий перешеек, или соединяющий, собственно, Африку с Аравией, или Африку как раз с Ближним Востоком, вышел наш далекий предок небольшими группами, которая расселилась по всему, собственно, земному шару, по субтропической, тропической зоне. И, в том числе, эти предки дошли до самых дальних, в общем-то, южных островов. Как выглядел следующий наш далекий предок? Это было существо небольшого роста. Фактически, это был человек прямоходящий, как вы видите, он внешне, его скелет не отличается почти от современного человека. Главное отличие – это вот такая вот полуобезьянья голова. Как видите, мощной такой вот массивной челюстью и небольшим мозгом, который, в общем-то, вмещался в небольшую черепную коробку. И уже следующий наш предок – это человек прямоходящий или пятикантроп. Как вы видите, так сказать, по сути дела, это без головы современный человек, но сохраняющий вот эту вот нашу, как бы, так сказать, урдиментарно вот эту вот массивную челюсть. И такой вот, как бы, выступающий вперед, вот как раз прогнатость, это вот выступающий вперед вот этот вот челюстный аппарат. Вот, и уходящий назад, в общем-то, так сказать, лоб. И человек современного вида – это уже, значит, человек, в общем-то, с черепом, у которого, в общем-то, такая вот сферическая форма. Вот, и считается, что это как раз признак вот его разумности, поскольку, значит, объем мозга увеличился многократно по сравнению с нашими предками. Как выглядел, в общем-то, предок человека? Это астролопитик, южный, южная обезьяна буквально переводится. Вот, впервые найдено было в Южной Африке, значит, Дартом, антропологом, который, в общем-то, описал, собственно, этот вид. Вот, эти существа уже использовали кости и камни, но они пока еще не делали орудия из камня. Вот, они использовали, значит, вот камни для разбивания костей, и вот эти застренные кости они использовали в качестве инструмента. Вот, фактически, они подошли как раз к этому рубежу, следующие, вот, как раз человеческого рода. Вот, и наши вот далекие предки, которые примерно около двух миллионов лет назад обитали в Грузии, это стоянка Дмониси, недавно открытые, в общем-то, многочисленные костные останки существ, которые, в общем-то, показали, что даже в небольшом этом стаде, которая обитала вот на этой территории, уже существовали различные представители, вот, и были более похожи на обезьян, и были более похожи на современного человека. То есть, уже тогда проявилось вот это разнообразие, так сказать, вот, различных вот антропологических форм, из которых потом и пошли, наверное, вот эти вот разнообразные типы, в общем-то, этого древнего человека. Вот, и эти люди охотились, как вы видите, на животных, вот, они собирали в том числе и растительную пищу. Вот это вот, как вы видите, более ранняя интерпретация художникам-бурианам, собственно, этого существа. Ему приданы такие более обезьянные черты, вот, несколько. И вполне возможно, что они действительно такие были, потому что они сохраняли волосяной покров, потому что жили на открытом воздухе, и, в общем-то, одежда у них, очевидно, была минимальна, в виде, может быть, каких-то шкурных повязок. Они уже изготавливали достаточно сложные орудия. Как вы видите, это орудия универсальные, вот, так называемая рубила. С помощью этого рубила можно перерубить, к примеру, дерево, там, расколоть кость. С помощью этого рубила можно обработать шкуры, сделать из них, значит, какую-то одежду или покрытие для, значит, жилища. Вот, и вот эта вот, так сказать, форма этого рубила, она сохранялась сотни тысяч лет. По сути дела, техническая эволюция как бы застыла на этом этапе. Вот, и мы с вами здесь имеем дело с таким вот, как бы, трудом, который очень медленно развивался по своей форме. Вот эти вот изделия найдены здесь, на Южном Урале. Это так называемое рубящее орудие, вот, его называют сикач или клевер, с таким вот, видите, сделанным одним сколом крупным, рубящая такая вот кромка. Вот, и это вот орудие было, наверное, в Баймарском районе. Вот, вот это вот рубила тоже оттуда же стоянка Козельяр, вот, около Байшева. Как это все происходило? Как вы видите, вот камнем просто обрабатывались куски камня, изготавливались орудия. Вот одно такое мы нашли здесь вот недалеко, вот, буквально в трехстах метрах. Вот она рубила, сделанная из диабаза. Вот, к сожалению, кончик обломан. У него, очевидно, раскалывали какую-то кость или дерево. Вот, и когда кончик обломился, они это рубило бросили. Вот, это буквально деревня Кусимова найдено, вот, это рубило. Вот, и там же были найдены так называемые ядрища, с которых скалывались отщепы. Вот, делала сначала ударная площадка, как вы видите, она скошенная, и по ней наносился удар, и снимался отщеп. Вот, вот, таким отщепом можно было уже что-то резать, даже сейчас можно им резать и бриться даже. Он сохранился, несмотря на то, что прошли сотни тысяч лет, свои вот технические свойства функциональные. Вот, и нередко, так сказать, вот эти вот ядрища, которые они использовали для получения отщепов, они потом использовали для того, чтобы рубить дерево. Вот это вот так называемый чоппер, по-английски удар, вот, ударное орудие. Вот, как раз вот этим вот острым краем можно было рубить, резать там, и, в общем-то, убить какое-нибудь животное. Особенностью, собственно, этого времени является изготовление вот этих вот массивных скребловидных и рубящих орудий из камня. Вот, и, как вы видите, здесь мы имеем дело с достаточно грубой такой технологией, потому что очень редко мы встречаем такие вот красивые законченные орудия, отдельные, я бы сказал, общины, в общем-то, научились изготавливать вот такие вот рубила. Сравнение вот с этими предметами, что их отличает? Смотрите, симметричность. Такое ощущение, что мастер специально тратил много времени и много сырья для того, чтобы сделать абсолютно симметричное орудие. И это вот очень важное, фактически, явление, потому что считается, что вот это вот стремление вот в такой вот красивой форме, это и есть зачаток, в общем-то, нашего разумного такого эстетического отношения к миру. Вот, а другие, в общем-то, практиковали достаточно грубую такую технику. Зачем им тратить время? Ну, им это было неинтересно. Вот, несмотря на то, что было большое количество сырья, вот, только единичные предметы, вот, это стоянка массовая на озере Корабалыкты, вот, здесь вот только один предмет вот такой вот симметричной формы, который являлся тоже вот таким вот наконечником копья. Вот, эти наконечники использовались еще и как режущие, и как скребловидные изделия для обработки шкур. Вот, то есть это было универсальное такое изделие. Конечно, это была эпоха, я бы сказал, опасная, потому что человека окружали крупные хищники, вот, саблезубый тигр, львы, пантеры, гиены. Когда мы изучаем антропологические остатки, очень редко находят, в основном, кости молодых людей без переломов. Все остальные с переломами, потому что, представьте себе, охотятся на бизона. Это даже не корида. Корида – это вообще, так сказать, детская забава по сравнению с охотой на бизона или зубра. А это ежедневная практика людей, молодых людей, потому что редко кто доживал до 30 лет в то время. И вот, значит, постепенно, так сказать, человек, накапливая способности, значит, к изготовлению орудий, вот, научился делать не только каменные инструменты, но и делать одежду, делать жилище. А что такое одежда и жилище? Это микросреда, в которой человек может существовать, потому что человек научился жить в очень сложных условиях. Были периоды, когда наступало очень сильное похолодание, и человеку, чтобы выжить, надо было усложнять свою жизнь, свою технологию, свое умение, так сказать, противостоять этим опасным явлениям природы. Вот, и представьте, что жить на краю ледника в условиях вечной верзлоты могли немногие люди. Вот, и для этого они и создавали вот эти вот, значит, инструменты, с помощью которых они делали одежду, делали жилище и прочее. И вот, примерно 150-200 тысяч лет назад вся территория, фактически, Северной Евразии была покрыта огромным ледником. Этот ледник стал причиной того, что многие животные ушли на юг, вот. Но, тем не менее, в это время люди смогли заселить большую часть территории Евразии. Это так называемый неандертальский человек. Следующее. Вот, как он выглядел? Это было существо, в общем-то, с огромным объемом мозга, гораздо большим, чем у нас. Но, поскольку он жил в очень холодное время, значит, в эпоху оледенения, его кости были очень толстые. И череп тоже был покрыт такой вот толстой черепной крышкой, вот, мозг закрывался. Вот. Для того, чтобы обогревать холодный воздух, у него, значит, образовался достаточно мощный нос. Вот. Как вы видите, здесь такой вот сильный нос. Внешне, так сказать, он был действительно очень похож на такую вот древнюю форму человека, вот, с обезьянными чертами. И вот, как вы увидите, вот, первые реконструкции изображали его в виде такой обезьяны. А вот, если этого же человека просто вот одеть в нормальную современную одежду, ну, он, в общем-то, мало чем будет отличаться от современного человека. Это был человек действительно разумный. Неандертальцы научились делать очень сложные инструменты. Это так называемые остроконечники. С этим остроконечником можно было уже убить крупное животное. Вот. Эти же остроконечники становились, в общем-то, в нужное время ножами. Вот. Или же, значит, инструментами для скобления шкуры. Вот. То есть это тоже, как бы, наследие предыдущей эпохи. Такая вот, такая вот универсальная форма. С другой стороны, появляются специализированные орудия. Вот. То есть это скребла для обработки шкур. И вот вы видите, вот остроконечник. Эти люди жили общинами, небольшими общинами охотников на крупных животных. Вот. Они занимались собирательством. Самое главное, так сказать, эти люди уже практиковали какие-то религиозные обряды. Вот. Знаменитая пещера Шенидар. По сути, огромный грот, в котором найдены были примерно 15 скелетов неандертальцев. И когда исследовали эту пещеру, Ральф Солецкий обнаружил, что рядом с этими скелетами большое количество пыльцы цветов. Выяснил, что эти скелеты были не просто захоронены, но они еще были посыпаны цветами. Вот. Не просто цветами, а еще целебными цветами, растениями, которые произрастали здесь. Вот. И одно из погребений, значит, неандертальца принадлежало старику, у которого отсутствовала одна рука и был выбит глаз. Вот. И его кормили до глубокой старости. Вот. То есть это были люди, которые уже жили, в общем-то, как люди. Вспомните сказки, к примеру, грузинские, абхазские, когда стариков относили на гору, чтобы они, так сказать, прыгнули в пропасть, потому что их кормить приходится. А они уже пользы вообще не приносят. А здесь 60-70 тысяч лет назад люди заботились о стариках. То есть это говорит о том, что это уже, несмотря на их такой вот обезьяноподобный облик, это люди, разумные люди. Значит, во Франции были обнаружены погребения неандертальцев. Вот. И в том числе в одной из пещер были обнаружены вот такие вот ящики из камней, которые были сложены черепа пещерного медведя. И в одном месте было погребение даже медведя. Вот. Которые съели, расчленили его и захоронили как человека. Вот. Причем рядом тоже лежал уже просто в обычной яме уже скелет неандертальца. Вот. И здесь вот я хочу обратить ваше внимание на то, что, в общем-то, одновременно с неандертальцем и современным человеком жили так называемые хоббиты. Люди, которые заселили Южную Азию, оказались в условиях изоляции, вынуждены, ну, то есть эволюция заставила их уменьшиться в размерах. Вот. Это люди высотой примерно метр. Вот. В общем-то, небольшим мозгом на острове Флоренсис. И оказалось, что на этом вот острове люди уменьшились, а крысы увеличились до размеров, в общем-то, небольших, в общем-то, животных, так сказать, млекопитающих. Ну, фактически они были соразмерны с человеком. А, значит, ящерицы, вараны стали огромного размера и охотились на людей. Вот. Но самое интересное, эти люди уже, несмотря на то, что внешне они были похожи на хомоэректус, вот на архаического человека, они уже выработали достаточно сложные орудия, которые говорили о том, что это были, в общем-то, люди разумные. И 11 тысяч лет назад они исчезли в результате какой-то катастрофы. Вот. И это говорит о том, что мы с вами, в общем-то, могли оказаться на их месте, в общем-то. Вот. И вот стоянка Кусимова, она тоже относится к среднему палеолиту. Примерно вот 200 тысяч лет назад на этом месте был лагерь охотников. Они сюда приходили, потому что это место было берегом озера. Мы выяснили, что стоянка была на пляже. На берегу вот как раз вот озера, которое в несколько раз было больше Сабакты, чем сейчас. И вот она как раз подходила к этому месту. И вот на этом мысе люди и жили. Почему? Потому что здесь было удобное место, значит, во-первых, из-за того, что здесь было много гальки кремневой. Именно, значит, на поверхности этого мыса, так сказать, были выходы гальки. А во-вторых, здесь было удобное место, потому что на водопой приходили животные. И можно было охотиться. Поэтому они сюда и приходили постоянно. Хотя на самом деле, в общем-то, по всему этому полю разбросаны древние вот эти ядрища, которых тоже скалывали от щепы, так сказать, делали какие-то орудия из них и прочее. Но основное место концентрации – вот это вот как раз небольшой мыс. Когда мы анализировали, оказалось, что эта индустрия имеет такие вот архаические признаки. Обратите внимание на массивное скребло. Вот второе скребло. На индустрию, в общем-то, предшествующей этапа. И мы поначалу думали, что это древняя стоянка, более древняя, чем, так сказать, вот эпоха Среднего Палеолита. Но когда уже рассмотрели всю коллекцию, оказалось, что аналогии этому памятнику в Молдавии. Прямые аналогии, причем, так сказать, вот такое ощущение, что эти люди, в общем-то, или оттуда пришли, или туда ходили. В Молдавии там этот памятник, старые друидоры, датируются 200-300 тысяч лет. И вот человек современного вида. Примерно 150 тысяч лет назад появился человек современного вида, человек разумный. Он вышел из Африки, опять же. И также, вот тем же самым путем, он расселился в Южной Азии, через Ближний Восток попал в Среднюю Азию и в Южную Европу. Чем отличался человек разумный от остальных? Тем, что у него были более сложные технологии. Обратите внимание, вот если мы посмотрим на самые ранние каменные орудия, это просто скульптурное изготовление. Ударяется по камню там, значит, вот с помощью другого камня и формируется, так сказать, необходимый им рабочий край, острый или режущий. Вот на следующем этапе, вы видите уже, так сказать, двухэтапность, вот как бы этой технологии. Это сначала образуется форма, а потом она уже дополнительно, аккуратно, так сказать, выравнивается все те края более мелко-рядышко. Эпоха неандертальцев, это уже, видите, такой трехступенчатый процесс, основанный на получении вот таких вот определенной формы треугольных сколов, которые легко можно было уже обработать. Вот, и эпоха человека разумного, как вы видите, это уже многоступенчатый процесс получения уже стандартных пластинчатых заготовок. Чем это выгодно? Тем, что с помощью такой пластины, даже без всякой обработки, можно отрезать, разрезать любую кожу. Допустим, срезать ветку или траву там нужную им. Очень легко, быстро обработать и передать любую форму рабочему краю. Сделать его, например, выемчатым или, допустим, сделать острие из этой пластины. Особенность еще этой технологии в том, что она экономична. Потому что из одного куска камня можно сделать не две-три, два-три скола, а сотни, скалывая их последовательно друг за другом. И тем самым человек смог уже далеко отходить от места, где есть хороший кремень. Потому что хороший кремень далеко не везде есть. Вот на сотне километров фактически у нас есть только вот здесь, в Заурале, такое изобилие кремня. И именно отсюда вот это кремень и яшма потом распространялись на большой территории. Как это обрабатывается, вы видите, очень тщательно готовится нуклеус. И потом уже с этого нуклеуса с помощью рогового посредника ударом снимаются вот такие пластины. Из этих пластин, вот вы видите, можно сделать легко скребок, сверло или, допустим, нож. И ими очень удобно было работать. По сути дела, это уже, так сказать, современная технология. Потому что это говорит не просто о стандартизации вот самих заготовок, но и о разнообразии орудий. Тем самым, так сказать, мы имеем дело уже со специализацией определенных орудий, так сказать, и операций. И это вот и было причиной того, что произошел вот этот вот интеллектуальный взрыв. Потому что человек научился экспериментировать. Он отошел от этих вот, таких вот устойчивых форм и начал создавать разнообразные орудия, которые, в общем-то, требовала от них, в общем-то, сама ситуация. И поэтому мы имеем огромное количество различных культур на большой территории. Именно в силу этого. До этого мы можем во Франции найти такие же, в общем-то, памятники, как у нас. И они мало чем отличаются. А уже в верхнем палеолете, фактически, на каждой небольшой территории есть специфические наборы, так сказать, инструментов, приемов обработки и прочее. Вот то, что мы уже говорим о том, что это уже этнографические различия. То есть уже начинают формироваться замкнутые общности, которые становятся основой для формирования, так сказать, уже современных этносов. Обратите внимание, что здесь как бы художник реконструировал жизнь первобытного человека. Здесь, допустим, женщина обрабатывает шкуру, здесь разделывается туша оленя, гигантского оленя, здесь обрабатывается кость, здесь изготавливается орудие. И это вот примерно та ситуация, когда мы находим только инструменты, и с помощью микроскопа, мы изучая те или иные найденные орудия, инструменты, мы определяем, какой материал обрабатывался и как обрабатывался. Вот, и вот пример того, как это опасно было. Вот, собственно, чтобы убить мамонта, это была целая эпопея. Юрий Борисович Сериков, вот, я думаю, более подробно расскажет об этом. Вот, о том, как охотились на мамонтов и охотились ли вообще, потому что это было действительно, значит, опасно, в общем-то, и сложно. Вот, и то, о чем я вам говорил, корида. Вот, убить копьем деревянным бизона. Это, представьте себе, ну, как зубра бизона убить, вот, просто деревянным копьем. Это действительно была, была очень опасная, так сказать, жизнь у этих людей. А вот носорог, охота на носорога, вот, с помощью копья. Ну, и верхний политик дал прекрасные образцы, вот, именно какой-то культовой, религиозной активности. Вот, на стоянке Сунгирь под Владимиром найдено погребение было вождя. Все его тело было покрыто, ну, скелет, точнее, многочисленными бусинами, что позволило реконструировать одежду. Если вы видели одежду индейцев, вот, примерно то же самое. Кожаная одежда, расшитая бисером из бивня мамонта. А вот это вот слева парное погребение. И вот, обратите внимание, рядом это не деревянное, это из бивня сделанное, из выпрямленного бивня сделанные копья. И вот тоже тело, так сказать, этих вот мальчика и девочки, вот, тоже были усыпаны этими бусинами. И особая, так сказать, конечно, тема, это первобытное искусство. Вот, по сути дела, начало верхнего палеолита было отмечено таким необыкновенным феноменом, как пещерная живопись. Вот, обратите внимание, основное количество памятников обнаружено на юге Франции и на севере Испании. Но они есть в Португалии, в Италии, одно есть в Богославии и одно есть у нас на Южном Урале. Вот, это, конечно, необыкновенный феномен, несомненно, святилища, как храмы. Вот, и внутри присутствует прекрасная роспись, именно фрески, и в том числе скульптурные изображения. Вот, и внутри этих пещер совершались, несомненно, какие-то ритуалы, в том числе вот в пещерах находят вот такие вот черепа пещерных медведей, вот пещера Шаве во Франции. Древность этих ритуалов определяется примерно 30 тысяч лет. И обратите внимание на мастерство, с которым сделаны вот эти предметы. Это же дизайн настоящий. Вот, я уже буду отдельно об этом говорить в следующей лекции. Вот, но обратите внимание, что появляется уже даже портретная живопись. Вот, и, конечно, основным объектом были животные рисования. Но самое раннее изображение – это скульптуры женщин. И примерно как это все происходило. То есть рисовалось углем или же специально краской, которая вот приносилась, там же разводилась на месте, вот, и с помощью различных техник наносилась на стены. Вот, несомненно, это делали художники, потому что не каждый сможет так красиво нарисовать. Вот, и среди этих изображений есть сцены, которые говорят о том, что это была какая-то мифология. Вот, обратите внимание на изображение так называемого колдуна, которого там хвост волка, лапы медведя, глаза совы и рога оленя. Вот, и вот наша Капова пещера. Пещера Шульганташ, где вот мы видим тоже изображение лошадей и изображение человека. В том числе есть сцены, какие-то сцены, которые, в общем-то, нам говорят, что это тоже сцены, иллюстрирующие мифологию. Вот, и древность этих изображений – 20 тысяч лет. Ну, и охота на медведей. Почему люди из древности почитали медведя? Потому что он внешне похож на человека, ходит на задних лапах. И вот одно такое святилище, связанное с почитанием медведя, есть в Белорецком районе, пещера-заповедная. 13-12 тысяч лет назад сюда приходили люди, из черепов складывали и камней, складывали такие вот демонстрационные комплексы. Вот, и, очевидно, там совершались какие-то обряды. Вот, внутри этой пещеры. Вот, и эта пещера похожа на те, которые есть во Франции. После отступления ледника наступила уже эпоха, когда человек, после того, как погибли, в общем-то, многие животные – мамонт, носорог, там, бизон, остались только животные, обитающие в лесу, собственно. Это олени, значит, медведи и прочие животные, которые потребовали от людей фактически изменить их, в общем-то, образ жизни. И люди научились, чтобы выжить, ловить рыбу. На Ближнем Востоке люди научились обрабатывать землю и сажать, в общем-то, зерновые культуры, выращивать. И вот, собственно, здесь вот пример того, как уже после оледенения примерно 10-8 тысяч лет назад, в общем-то, люди обрабатывают землю, как вы видите, вот, сажают там какие-то, значит, злаковые растения, вот. И одновременно они охотятся, потому что вот в это время была приручена собака, и людям приходилось, в общем-то, выходить из этой ситуации, и широко распространился лук и стрелы. Вот, для охоты на вот этих быстрых животных, типа оленя и косуль, там, кабанов. Вот. И это было существенным дополнением, вот, в жизни, в общем-то, людей, уже выращивающих, вот, и, значит, различных животных. Вот, видите, на заднем плане там скот пасется, и изготавливается, в общем-то, из зерна, в общем-то, какие-то лепешки. Вот. И люди уже жили в более таких благоустроенных домах, таких вот достаточно крупных поселках, вот, рядом с реками, потому что это позволяло им и ловить рыбу, вот, и рядом с реками, в общем-то, вы сами понимаете, в общем-то, можно и выращивать какие-то огороды делать, выращивать какие-то растения и прочее. Вот. Вот эта вот эпоха называется неолитической революцией. Об этом, может быть, мы еще поговорим позже. Спасибо за внимание. Вот такая вот, в общем-то, дорога эволюции, которая привела, в общем-то, к человеку современного вида, современной цивилизации, которая основана на, фактически, уже не на истреблении животных, а на разведении животных, вот, то, что мы называем производящим хозяйством. Продолжение следует...